Она не артистка, но обожает выступать. Раскрепощенная и талантливая Дарья Жушма ходит в обычную среднюю школу. Несмотря на свои особенности, активно участвует в самодеятельности. Стихи любишь? Да. И сцену любишь? Конечно. Желание реализовать свой творческий потенциал таким детям, как Даша, сегодня позволяет не только школьная образовательная программа, но и фестивали, которые проводятся на районных и областных уровнях. Вообще мы проводим инклюзивные фестивали «Шаг навстречу», но мы их проводим среди учреждений общего среднего образования, где обучаются дети с особенностью психофизического развития в классах интегрированного обучения и воспитания. Сейчас у нас участвуют и обучающиеся Молотковской специальной школы-интернат, Центров коррекционно-развивающего обучения Пинского района, города Пинска, Столинского района, учащиеся с нарушением слуха Пинской специальной школы-интерната, также учащиеся колледжа искусств города Пинска. Фестиваль «Планета детства», который можно назвать межрайонным, собрал около 80 ребят. Мероприятие приурочено ко дню осведомленности о раннем детском аутизме и Международному дню людей с синдромом Дауна. Мы делаем очень много шагов в данном направлении. Это не только инклюзивные фестивали, это и обучение педагогических работников по работе, по созданию инклюзивных условий в учреждениях образования. Методическая база нарабатывается, она есть. Есть законодательная база, в том числе в кодексе об образовании. Четкой линией прослежена инклюзия в образовании. Цель каждого проекта, в котором наравне участвуют обычные дети и дети с особенностями, неизменна. Это формирование толерантного отношения ко всем участникам образовательного процесса и создание условий для развития творческих способностей всех детей без исключения. Это особые дети, у них особое восприятие и особое мероприятие для них. Это также является частью обыденности, мне так кажется. Это на самом деле здорово. Для пинчанки Елены Левкиной ее сын тоже особенный и очень любимый. Сегодня Матвею 16 лет. Он не разговаривает, но благодаря маминой поддержке и ежедневным занятиям в Пинском городском центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации он овладел другими способами коммуникации. Мы в центре коррекционном воспитываемся с трех лет. Мы прошли прям такую боевую школу. И он такой молодец, получил хорошее образование. То есть мы прошли достаточно такой интересный путь. И из такого состояния, когда он практически не ходил, он такой вот красивый статный парень. И даже несмотря на большую работу, которая сегодня проводится на уровне государственной системы образования и соцзащиты, в обществе еще недостаточен уровень принятия людей с особенностями психофизического развития. А между тем их количество ежегодно увеличивается. Только в Пинском районе около тысячи таких детей. И все они нуждаются в любви, заботе, понимании и возможности жить и развиваться полноценно. Татьяна Будгусаим, Людмила Салдина, Виталий Барташевич, телерадиокомпания «Брест». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова